Пенсии вырастут, пенсионный возраст нет, не будут облагать налогом и работающих пенсионеров. Эти и другие новшества пенсионной реформы презентовали сегодня на заседании правительства. Когда стартует реформа, знает Ирина Романова. Пришли, чем отправить законопроект в Верховную Раду, премьер презендует многострадальный документ министрам, начиная от цифр. Две трети пенсионеров, говорит, сегодня получают минималку 1312 гривен. Это вдвое меньше размера потребительской корзины. Необходимость повышения выплат назрела давно. Мы майже втрече поднимаем ту цифру, с которой разоковывается пенсия. Если раньше она была 1197 гривен, то сейчас это 3764 гривен. Фактически 5 млн 620 тысяч украинских пенсионеров с 1 жевня после принятия этого закона получают подвышенную пенсию. А вот специальные пенсии ликвидируют. Откажутся и от налогообложения работающих пенсионеров. Не будут назначаться специальные пенсии прокурорам, судям, государственным службовцам. Идея, что до скасования, оподаткования пенсии працюющим пенсионерам. Это была темчасовая речь. Для представителей так называемых вредных профессий, которым закон позволял выходить на пенсию раньше, ничего не изменится. Не увеличится и пенсионный возраст, уверяют в Кабмине. Загальный пенсийный век в Украине не изменится. Люди имеют право выхода на пенсию в 60 лет, когда им выполняется 60 лет, если у них будет необходимый страховый стаж. Необходимый страховой стаж 25 лет. Если он меньше, поработать придется дольше. Такие люди будут иметь возможность выхода на пенсию в 63 лет. А если у людей меньше 15 лет в стаж, 15 лет в стаж, соответственно, в 65 лет. Я уже сейчас в 39 лет имею свой трудовый стаж 23 лет. Через 2 года у меня уже будет достатный страховый стаж, для того, чтобы при выходе на пенсию в 60-60 лет отримать 25 лет страхового стажа. Предусматривает законопроект и возможность докупить недостающий стаж. Ты имеешь 24 лет трудового стажа, но ты достиг 60 лет, и что тебе делать? Ты можешь компенсировать вартость одного года, двух, трех, четырех, пяти, штук внески до соответствующего пенсийного фонда. Еще и обещают правительстве, пенсии будут ежегодно индексировать. Для их повышения в 2017-м нужно минимум 4 миллиарда гривен. И эти деньги уже есть, заверил премьер. Я беру на себя полную ответственность и за позитивный результат для украинских пенсионеров. Готовый нести за это абсолютно полностью свою персональную политическую ответственность. Очередную индексацию соцстандартов планировали с 1 декабря, но реформа стартует с 1 октября. И тогда же повысят пенсии. Если, конечно, законопроект поддержит Совет реформ при президенте и парламент, в Кабмине надеются, что депутаты проголосуют за него еще до летних каникул, чтобы у чиновников хватило времени пересчитать все выплаты. Ирина Романова, Сергей Ведмесь, подробности, телеканал Интер.